Хороший почин был задан два года назад с первым конкурсом. Мы продолжаем. Добрый путь. Победит сильнейший в этом году. Традиция проводить конкурсы профессионального мастерства появилась еще в Советском Союзе. Но если на других предприятиях инициатива сошла на нет, на Москоксе она активно поддерживается. Начинали мы с, опять-таки, сварочков, которых мы сегодня наблюдаем, поскольку это очень интересно, наглядно. Есть у нас конкурс среди электромонтеров, конкурс профессионализма среди слесарей, ремонтников. И, я думаю, будет расширяться количество профессий, по которым мы будем проводить такие конкурсы. В программе соревнований электрогазосварщиков несколько дисциплин, среди которых не только утилитарные, но и творческие. Первый конкурс теоретический. Здесь необходимо правильно ответить на несколько вопросов. По логике все испытания не должны представлять особой сложности для участников. Мы там с руководителями, мастерами просто по опыту придумываем, какие обычно процедуры более такие часто встречаются в практике. Ну и один конкурс творческий, как бы приурочили празднование Дню Металлурга. Там надо будет надпись сделать электродом. После испытания знаний и памяти наступает время показать себя в реальном деле. Мастерство участников оценивает опытные жюри, которому достаточно одного взгляда на работу. Мы не применяем какие-то там ультразвуковые методы, рентгеновские методы осмотра. Мы чисто визуальный осмотр проводим. И вот чисто по визуальному осмотру мы видим, что вот допустим вот этот шов, вот этот шов. Или грубо говоря вот этот шов. Видите, огромная-огромная разница. Конкурс устроен так, что участникам необходимо продемонстрировать свои навыки как в электрической, так и в газовой сварке. После каждого этапа особенно нелегко приходится членам жюри. Слишком много нюансов в этой работе. За другую у нас разбежка, там один пал, а здесь четыре. А почему мы не можем с тобой всем поставить поездки? Четыре, а это намного проще. Нет, они все сделали хорошо. Почему мы не можем вот четырем ничего? Сложность для оценки работы представляет и тот факт, что в испытаниях участвуют лучшие из лучших, в том числе и призеры прошлых конкурсов. Есть сильные соперники, да, уже подросли. Я позапрошлый раз первое место взял, а в этот раз, думаю, что у меня обскакает молодежь. Уже мне 50 лет все войдет. Наконец приходит время для творческого конкурса. Сварщикам необходимо электродом изобразить на металлической пластине логотип группы компании «Мечел», куда входит АО «Москокс». Выбираем электроды. Это КПР. Да, лист четверка. Электроды выбираем сам. Глазомер и руки. Кто-то начинает работу, что называется, на глаз. Кто-то с помощью мела наносит на пластину макет. Все работают с разной скоростью и, как выясняется, вскоре в разной технике. Естественно, что именно этот конкурс вызывает больше всего споров у жюри. Это макет по десятибалльной шкале, наверное, на нас судить. Нет, четыре. Четыре? Нет, ну давай, давай. Нет, ну это, здесь это очень сложно. Нет, это сложно. Это сложно. Не в том числе, но и здесь, пожалуйста. В конце концов, консенсус находится, но на недолгое время. Теперь для судей наступает самое главное испытание – определить победителей. Все участники показали себя достойно. Прямо ровно? В темно. Как это говорят? Ноздря в ноздрю. Все практически на отлично. То же самое мы вчера смотрели. А кто еще третий? Клоков. Клоков как раз теорию, наоборот, очень хорошо. Есть. Наконец, очки подсчитаны и наступает долгожданная церемония награждения. Победителем соревнований стал Павел Норик. Он работает на заводе с 2014 года. В прошлом году также участвовал в конкурсе профмастерства. В принципе, интерес. Просто попробовать. В тот раз второй, в этот раз первый. Теория, да, может, где-то подгулял. А так, в принципе, для этого все легко. Вот таким не совсем обычным образом работники предприятия отметили День Металлурга с праздником и новыми победами. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.